Боксеры со всего Дальнего Востока под конец зимы уже традиционно уступают место дамам. Ежегодно первыми соревнованиями для слабого пола становится чемпионат и первенство ДФО среди женщин, юниорок и девушек. Спортсменкам на таком крупном турнире каждый раз приходится доказывать тот факт, что бокс не только мужской вид спорта. Сегодня у нас праздник женского бокса. Хватит одним ребятам боксировать на рингах Приморского края. Сегодня у нас стартовал чемпионат и первенство Дальнего Восточного федерального округа по боксу и в нем приняли, что радуют все практически наши регионы. Здесь и Биробиджан, и Хабаровский край и многие другие, казалось бы, такая непопулярная у девушек и женщин борьба собрала на ринге более 60 спортсменок. Интерес не случайен, отбор на первенство России одна из главных жизненных целей у многих дам. Правда, если мужчины в боксе нацелены лишь на развитие своей профессиональной карьеры, то девушки видят в этом виде спорта и другие плюсы. Как-никак, в жизни хороший хук справа никогда не будет лишним. У меня напали три мужчины, это было вечером, я с магазин не смогла. Мне пришлось здесь самооборону проявить. У меня начали требовать кошелек, сказать, что сейчас зарежут. Мне пришлось ударить прямой удар. В женских соревнованиях редко удается долго держать пальму первенства. С годами у девушек, особенно после 16 и 18 лет, резко может поменяться весовая категория. Например, чемпионка мира Елена Литвинова завоевала свою почетную награду в 2015 году в весе 80 килограммов. Сейчас же она выступает в категории 69 килограммов, при этом отмечает, а разница колоссальная. 80 килограмм, мы, это как бы просто тяжи, они ходят, просто бьют, у них замедленные, но сильные удары. А в среднем весе, там, это как бы, ты уже начинаешь двигаться в челноке, уже появляется скорость, но также, ну, немного, сила удара теряется чуть-чуть. Кроме путевки на первенство России, девушки на этом чемпионате разыграют и билет на финальные битвы летней спартакиады учащихся, куда поедут лучшие представительницы олимпийских весов. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, новости спорта на восьмом.